я делаю тесто тесто на пирожки налила сюда уже молочка доставала дрожжи что-то немножко разморозились потому что у меня дрожжи все в морозилке лежат сейчас распакую и добавлю теперь пакетик надо убрать дрожжи в целом сейчас сделаю тесто и вернуть к вам сначала первую очередь конечно снимаем все украшения колечко я ношу спасибо огромное так что все хорошо все украшения я снимаю руки хоть мыю но все равно после украшения руки еще раз погоню так теперь добавляем сюда сахар обязательно сахар обязательно соль я делаю молоко с водой тесто мне так нравится муку я занесла заранее у меня в таком контейнере из фикс прайса мука но удобно она с ручкой достал очень удобно фигурушка у меня таскает дрова везде они уже со школы пришли с Оксаной и все ставим тесто сейчас добавляю только муку и ставлю тесто пусть поднимается пока буду заниматься начинкой сейчас затоплю в зарепечку и там пожарю начиночку капусту лучок с капустой потом ближе к вечеру будем жарить пирожки у меня тут в контейнере мука уже просеянная поэтому я ее не просеиваю я в контейнер обычно сразу просеиваю муку да сейчас многие напишут Настя вы руками делаете тесто ну ребят у меня что бабушка моя руками делает тесто любит ласку поэтому я делаю руками так многие спросят как Светлана Светлана себя чувствует нормально она сейчас спит у нее слабость спит 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 ничего пойдем есть не хочется спит 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 скоро выздоровеет и будет хорошо все ладно сейчас сделаю тесто и вернусь к вам так все мои хорошие поставила тесто пускай стоит поднимается полотенчиком накроем и уберем сюда чтоб не мешалось все пускай поднимается на кольца и отсюда все вынести чтобы они тут не лежали а то тут получается целая хапка колец моих так сейчас наверное попью кофе и буду заниматься капустой и мне надо еще картошку наверное почищу посмотрим дети еще просят с картошкой пирожки так вот и думала с картошкой картошку что надо почистить и тоже сделать ладно оставайтесь со мной у нас сегодня работы будет еще очень много м все поставила жарить лук для начинки капустный сейчас лук обжарится потом уже будем морковку капусту обжаривать ребята сижу жарю капусту и взяла светину картинку которая нарисует называется он найти как собор василия блаженного вот это как церквушка собор василия блаженного многие спрашивали что в наборе но света уже открыла поэтому показать не могу ё-моё уронила сейчас покажу что светик уже нарисовала вот так вот уже светик каждый день садится тут много очень мелких деталей вот если показать тут вот смотрите какие мелкие детали видите даже фокус не ловит мне фокус не ловит вот так вот более-менее эти много мелких очень деталей вот свете нравится и вот что в этих красках найти это мне нравится то что они не смываются и нравится и не нравится у нас есть несколько картин от которых краски остались ну и марина порисовала конечно этими красками а теперь я не знаю как не отстирать платье она замарала платье пятно там просто не отстирывается и не знаете теперь делать хочу попробовать этот мне посоветовали ванюш купить и попробовать еще им по раз подтирать это пятно но вот причем новая платьишко которая с василька пришло вот он я не могу там пятно вот оранжевым цветом она заляпала себе и теперь не могу его отстирать зайками помните платьишко пришло самое юное любимое она в нем дома ходила взяла краски порисовала и все не пообещал что я закажу она конечно расстроилась мы пообещаю что закажу и вот так целом картинка красиво получается очень но тут некоторые цифры и придется еще на раз окрашивать потому что но очень некоторые цвета просвечит но картинка очень красиво получается спасибо большое свет свете нравится очень рисовать вот она не она любит чтобы не было мелких деталей и на что крупные детальки были но тут совсем не 3 мелкие просто ужасно мелкие вот пока она на этом остановилась дальше не рисует так что вот такой вот у нас наборчик там внутри мольберт есть красочки есть там вот все что вот на этой картинке показано все внутри есть вы считаете сам холст краски по этот мольберт да и одна кисточка пластиковая кисть с ворсом из высокоэластичного нейлона такой кисти очень удобно рисовать но не знаю свет светского не так что вот как то так но у нас кисть есть хорошие поэтому мы не переживаем но она вот понемножку суть ей нравится спасибо вам огромное обжариваю уже капусту на печке в зале у нас тут многие удивляются настя да как так вы не на кухне даже иногда готовить я в зале но ребят какую печку топлю на той печке и готовлю как вы знаете у меня две две печки на которые можно готовить я это тоже делала специально для того чтобы можно было готовить тоже на ней здесь вот так вот у меня сбоку стоит тарелка на ней крышка ладно делаем зажарку для пирожков так показываю тесто тесто подходит очень хорошо сейчас его заболтаю помешаю и пусть еще подходит после того как я схожу в садик после этого уже будем с вами выпекать пирожки жарить не выпекать а жарить на сковородке многие спрашивают дорогие друзья есть ли у меня сушилка для белья специально но это как напольная сушилка для белья короче вот так скажу нет нету не покупала ее не знаю пока или у меня три веревки 4 даже есть в коридоре и да не хватает но не знаю напишите все удобно вот эти вот сушилки или нет по идее можно вот когда печку и стопишь возле печки 1 поставила развесил трубы как раз в запечке бы все вот это на сушилке на этой бы сохла ну не знаю что я никогда не покупала и гладильную доску тоже вот никогда не покупала я всегда гладила на столе у меня удлинитель и я на столе гладила ну вот так вот как то но все хочу купить гладильную доску чтобы сбоку была подставка для утюга потому что на столе когда я гладила я на табуретку ставила утюг вот такая вот я буду чистить картошку ну и буду с вами разговаривать последнее видео где про посылки я так поняла люди пытаются сломить меня я вижу туда потупал два раза да я расстроилась я расстроилась из-за плохих комментариев со меня обозвали и попрошайкой и всяко я желаю вам всем по здоровью чтобы у вас не было такой жизни как у меня 6 7 7 что все у вас было хорошо и замечательно что вы не жили так я живу тяжело или как-то еще но я хочу вам сказать вы не сломите меня я не закрою канал многие пишут закрой канал и все успокойся я не закрою канал потому что я понимаю что эти деньги я могу купить детям что-то поэтому я не закрою его я ради детей буду терпеть вот это вот унижение можно так сказать да не знаю как что это назвать будет возможность перееду в другой город буду снимать жилье даже сейчас говорить ничего про это не буду поживем увидим дети растут дети подрастают дети учиться уже начинает на следующий год год егор пойдет учиться или я не знаю один из классов он не хочет он хочет девять классов и идти на механика тоже учится скорее всего я не знаю пока там видно будет поживем увидим да по поводу к видам на гипсальности ты ж когда-то смеялась многие смеялись да многие не верили в это но у нас городе сейчас такое творится что на эти все что угодно поверишь очень много молодых умирает просто ужасно многому умирает знакомых очень много нынче умерла я всегда переживала за детей когда дети болеют всегда переживал мне кажется любая мать переживать будут не только я поэтому это нормальное состояние ну-ка но я не закрою я понимаю что это возможность улучшить свою жизнь улучшить жизнь детям потихоньку покупая стройматериал потихоньку понемножку все делается да я понимаю что за раз это не купится потихоньку все это сделается и все будет я надеюсь что все будет хорошо поэтому я чищу картошку на суп я палец резонова картошку чищу на суп буду супик варить пирожки будем жарить хочу еще почистить что потом когда посаде по приду уже все готово было сегодня наверно с вечера достану рыбку и завтра скорее всего пожарим рыбку еще зайти пшено купить курицам пшено сварить наверное не знаю даже масками ком просто закончился привезти машину пока найти не можем чтобы привести комбикорм поэтому наверно буду это кашу сегодня варить у нас вечер и я бегу на автобус чтобы ехать садик за собой варежки ванки в садике оставлю варежки а то воспитатели ругаются что он перчатках он с утра только перчатки одевает не хочет ни в какой варежки одевать вот решил отнесу в группу пускай там дайсон привет ладно бежим так дорогие мои пришла уже с садика где это ты написано катя катя свои детские фотки не узнает так я сейчас буду все подготавливать для того чтобы начать пирожки жарить сейчас начало поставлю чайник и все что мне надо поставлю и потом будем с вами жарить пирожки уже тесто подошло зажарка у меня готова будем заниматься ими пока у меня суп зачем варится мы пирожками займемся поставлю чайник и кипятить чтобы кипяченая вода была так сейчас хорошенько вытру стол я картошку начистила для супа на тарелку оксана иди играй на столе сейчас убираю и будем с вами делать пирожки и Субтитры сделал DimaTorzok Делаю заготовки с пирожками, жарю сразу на двух печках, одну сковородку здесь поставила, одну тама, так быстрее будет на двух сковородках быстренько нажарю. Тесто еще осталось, у меня на одной сковородке 4 влазы, на другой 4, вот на двух сковородках быстрее будут, и дети быстрее едят. И сегодня хочу еще немножко натушить капусту и завтра еще пожарить. Капустка вкусная? Я не зажарю, я чувствую, что мягкая капуста становится и все. Мне нравится, я никаких приправ даже не ложу, только соль. Очень вкусно, мне лично нравится, и детям моим так нравится. Ладно, готовим дальше, потом покажу, как пожарятся, какие они у меня получаются. Так, я жарю пирожки уже вот на этой печке, сейчас покажу, какие жареные получаются. Вот такие вот они у меня получаются жареные. Пирожочки очень вкусные. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Жарю, дорогие мои друзья, на две сковородки, мне так быстрее. Но вот что, разница в сковородках, вот эта вот поновее сковородка, и на ней какие-то они получаются не такие немножко. Как суховатые, хоть и масло налила, и все равно немножко не такие получаются, как на той сковородке. Что, Оксана, пирожок хотите, сейчас остынет, дам. Горячие сразу есть, обождетесь. И вот так вот жареные две сковородки. Тут у меня суп. Ну, мясо на суп поставила варить. Так что, вот такие вот дела. Ладно, готовим дальше. Вот такие, дорогие друзья, у меня большие пирожки получаются. В руки брать не буду, потому что они горячие. Вот в целом, вот такие вот пирожки большие я делаю. У меня семья любит, когда большие пирожки. Внутри начинки много ложу, всегда много ложу. Аж пирожки ложатся. Сейчас остынут. Вот здесь вот даже есть еще покрупнее. Видите, вон, такие огромные. Вот такие вот огромные пирожки. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я дожариваю остальные. Уже целый тазик нажарила. Ну, не успеваю, ребята, и быстро разбирают. Поэтому вот показываю результат. Ну, извините, уже больше половины разобрали. Ну, вот такие вот они у меня получаются. Большие. А я. Такие вот огромные получаются пирожки. Всем, кто кушает, еще раз желаю всем приятного аппетита. Так, жарим дальше. Что? Жарим дальше пирожки. Видите, я еще их на ребра ставлю. Ну, вот так вот, на бок. Чтобы бока тоже немножко обжаривались. Мне так нравится. У меня всегда так бабушка делала. И я так делаю. Вот такие вот дела. Ладно, готовим дальше. Вот, кстати, вот этими щипцами очень удобно пирожки переворачивать. Все, пирожки все пожарила. Сейчас сделаю зажарку для супа. Не трогай это, мое кофе сейчас высыпешь. Ой, что за дети, а? Тут Оксана стоит, если что. Ребята, вот хочу сказать, не плетите всякую интригу. Уже написали, что Маша не... Ой, как же это? А, Маша нагулина, ребят. Вы что, совсем уже, что ли? Или вам заняться нечу, или слух нечу какой-то пустить. Не плетите интригу. Машу никогда не обижала. Я не собираюсь никого и обижать в своей семье. Я всех детей люблю одинаково. И тогда за видео, почему вы решили, что там за кадром стояла именно Маша? Вообще-то на съемках не присутствовала Света. Она за кадром стояла. Егор за кадром стоял. Оксана иногда за кадром стояла. У мамы выпрашивала что-нибудь, чтобы никто не видел. Так что, в последний раз липучки, да, липучки Маша посеяла. Ну и когда-то из-за этих липучек я Маше волосы отрезала. Я лук нашинковала и вылаживала на сковородку. Потому что когда-то у меня Маша, точно такие же мы покупали в фикс-прайсе липучки. И я удавала им играть. Ну и Маша себе их запутала в волосах. А, тогда, наверное, годика четыре, наверное, ей было. И я тогда ее чуть ли не на лысо обстрелила. За этих липучек. Сейчас вот, сегодня утром, а, у Марины мы одну из волос достали. Тоже она ее напутала. И у тебя, по-моему, да? Нет? У тебя ничего не было? У Марины, значит, только. Света заплетала ее и достала. А, у тебя пластилин был. Да. Они у нас любители что-нибудь с ей волосы напутать. Пирожок хочешь? Держи. А чем воняет? Так дым то, что печка топим, вот и воняет. Масло немножко на печку брызнуло. Вот оно и запах такой теперь. Так, ладно, готовим дальше кушать. Сейчас еще приготовлю супик. И все. Такой легкий, непринужденный супик. А супики горячие? Так они только пожарились, конечно, они будут горячие. Вот такие вот дела. Что случилось? Света, ух, пожарь. Иди дай ей по жопе. Ладно, жарим дальше. Готовим кушать дальше. Решила суп сварить вот с такими спагеттями. А, вот, название тут. Ломай их на маленькие части, вот они такие. И буду со спагеттями суп варить. Ты будешь со спагеттями суп, Катерина? Не знаю. Положи Ванину шоколадку. Ты у него... Катя, ты союз не ела. Это моя. Не борзей. А то Ваньке вообще никогда не доставил. Ваня откусит, положил, а потом в оконцовке доедает или Катя, или Маша, или Окси. Это моя шоколадка. Так что вот такие вот дела. Ой, жарко, она уже дома. Жарко. Ладно, дальше готовим. Сейчас суп сварю и всё. Подождите вы. Ребята, я забыла пакет разобрать. Пришла с магазина, когда в садике, и забыла разобрать. Взяла три булки макового хлеба. Убирай-ка, да. Тут уже две, а третью, видать, уже дети доставили, да? Потом две булки белого взяла. Ватные диски у нас закончились. Так, это угрето я показывать не буду. И купила вот такой вот пятновыводитель. Помните, я вам говорила, Марина у меня посадила пятно. Она взяла краски и посадила пятно. И теперь я его никак не могу вывести. Вот. Она очень ревёт. И вот не могу ничем. Хочу попробовать ещё пятновыводитель. Вот есть краски, которые нифига не смываются. И вот что теперь мне делать, это вообще удобно. Смывай. Ага. Обидно, конечно. Пробовала, пробовала. И колготки вот она тоже такими замарала с котятками. И они не отстирываются ничего. Я уже что только не пробовала. Похоже, вот этот пятновыводитель написано, как бы хорошо должен отстирать. Кислородом трудно выводимые пятна выводит. Попробую. Попробую вручную сначала постирать. Посмотрим, что у меня получится. Ну вот так вот взяла, напробую. Просто у нас в магазине тут ваниши не было. Хотела решить попробовать взять ваниши, чтобы попробовать отстирать. А она расстроилась, она заплакала, что она его замарала. Ну вот так вот. Ничего не поделаешь, ребёнок есть ребёнок. Там мне самой видно, она так хотела это платье и вот завозюкала его в краску. Неаккуратно немножко порисовала. Ну ничего не поделаешь, попробуем отстирать. Нет, значит он будет в нём бегать. Ладно, вот такие вот у нас новости.